А перед тем, как начать видео, я хочу попросить вас не скипать этот момент. Мы ведем новостную группу ВКонтакте по Доте 2, где появляются все самые свежие новости, связанные с Дотой и про сцены. Это уникальное сообщество, где ты будешь в курсе, да, всей информации, решафлов и интервью про игроков в удобном для тебя формате. Ну а ссылочка, конечно же, в описании. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Я здороваюсь с каждым из вас. Всем привет, ребят. Ну так вот, хотелось бы восстановить свою рубрику «Играй как про» или «Как играют про игроки», как удобнее, да, там уже подумать дальше над названием. Ну так или иначе, хотелось бы ее восстановить, потому что на своем новом канале у меня была эта рубрика, и теперь я переношу на свой основной. Ну и сейчас, конечно, мы будем следить за Армалом, который играет в ТНС, да, ТНС, который смогли играть у Гамбитов 3-2 в грамм-финале ESL Гамбурга. И был хороший очень турнир, и, опять же, Армал был именно тот человек, на которого играла вся команда ТНС. И сейчас будем смотреть, что же он будет сделать у нас, и как он вообще фармит национал химики. Это крайне любопытно. Но пока что он у нас будет стоять против Эмбера. ГПК, Джипикей. Столько споров в чате, на трансляциях, да, как же правильно его называть. ГПК, Джипикей. Знаете, вот когда называешь его ГПК, говорят, да, Джипикей. И когда называешь его Джипикей, пишут, да, не Джипикей, а ГПК это. И вот такой ник, вроде легкий, вроде три буквы, да, всего лишь. А на споров, будто там, знаете, бразильские имена, там, по 10 разных слов, длинные очень. Также тут у нас такая ситуация. Обсуждение идет очень серьезное. Ну, так или иначе, вообще, опять же, ГПК сыграл на ЕСО Гамбурге очень-очень достойно. И, как по мне, да, гамбиты во многих матчах, да, вывозили благодаря его филигранной просто игре. Но вот армал, что он взял себе? Щиток, топор и будет покупать два брейсера. Но, опять же, смотрите, что получается, да, на алхимике разные билды есть. Есть, например, два брейсера, там, и выходишь сразу в Радианс. Есть Сауринг, один брейсер, да, ПТ, там, покупаешь себе и Радианс. Но, так или иначе, основа, конечно, Радианс. Идеальные тайминги на прот-сцене, идеальные, да, это 10-11 минута. Ну, окей, можно даже до 15, дотянуть, ну, конечно, 15-е, это уже долго. Вообще, вот, 10-11. Опять же, зависит от того, какие будут стаки. Вот мы видим то, что на карте, на меню карту можно обратить внимание сейчас. Ондайнг уже пошел. На второй минуте оставляет даже он Бристолбэйка Кора. Стоять одного. Но, так или иначе, для этого и взят был Бристолбэйк на первую позицию команды ТНС. Хотя, тут, наверное, будет первая позиция, конечно, это Армал. Команда будет играть именно на этого Алхимика. Ну, по пикам именно, вот, в пике, хотелось бы выделить. Смотрите, Алхимик стоит. Алхимик крайне уязвимый персонаж. Но ТНС берут такие линии сильные, да, чтобы не было возможности саппортов покинуть, да, линии и как-то загонгать этого Алхимика. Это очень важно, потому что Бристолбэйк плюс Ондайнг это мощные герои. Там Ондайнг может, ну, вообще на ИЗ способен гонять. Того же Кунг стоять. Это раз. Он на легкое получает, кто Абадон стоит. Абадон, в том числе, Лэст против Ластилера стоит. Он... Если вдруг останется один против него, даже один-один, но там же есть еще Эмирана, то Ластилер поначалу крайне уязвимый персонаж. И вот, поэтому не могут саппорты перетянуться. И опять же, Алхимик стоит и забирает практически всех крипов. У него 13 на 1 уже, сейчас по крипам. И опять же, пассивка работает. Да, и также 2 баунтируны забрали у нас. Синеси, да. Кейпи, Мардж забрал 2 баунтируны. Кстати, вот Кейпи, опять же. Некоторые называют Кейпи. Некоторые Кейпиай. И вот такие же споры идут. Но, конечно, по поводу ГПК и ГПК намного больше. Так что, как вы думаете, ребят? Вот в чатике можете написать. Мне в чатике получается, в комментариях. Как правильно все-таки ГПК или ГПК? Вот ваше мнение. Вот. Если будет, например, больше ГПК, значит я буду будущим ГПК называть. Если ГПК, значит буду ГПК. Вот я опять же буду подстраиваться под вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно, по вашему мнению, ГПК или ГПК. Буду вам за это, конечно, искренне благодарен. Ну что, второй Брейсер сейчас уже вылетает. Но опять же, Брейсеры, это понятно. Стоишь против Эмбера, у него Фэнгвард. Хотя Фэнгвард, конечно, от Дайси Спрей не спасает. Минус броня, пару тычек, все. Лицо Эмбера спродается. Но есть фласки у одного и другого. Ну, а Армал спокойно стоит и захиливается. И опять же, Андаинг. Это очень важно. Если вы обращаете свое внимание на меню карту, Андаинг ходит просто по ГПК. И стакает хрипов. Для Алхимика. И Алхимик, там, ну таки, шестой, седьмой пойдет просто, когда будет уровень 6 у него в лес. И начнет его выкачивать с большим темпом, вот, все, второй Брейсер. То бишь, у тебя 1100 хп. Четвертая минута, Алхимик стоит против Эмбера. Этого вполне даже, ну, даже, наверное, с запасом хватает. Если не сильно поставляешься. Ну, а, конечно, видно, Армал, он делает полностью акцент на крипов. Он даже не хорает, практически его. Там, кстати, сейчас у нас забирает Абадон. Ферзват, Фэнголан бил. Молодец. Ну, вот, кстати, вот стаки. Здесь стаки. Вот, а здесь про ипостерил, дабл дэмоши. И там еще стаки. Марч просто гениальный. Не просто так ему дали, конечно же, MVP этого турнира. Да, и дали ему чек. 50 тысяч долларов на покупку машины Мерседес. Солу рип он дал, но Армалу не хватает. Хитпоинтов здесь. Сейчас будет шрайн. Все, рассчитано, что по баунти. Баунти важно очень. Забирает у нас 2 в 2, получается. Но, опять же, 2 вполне достаточно. Вот, если ты 2 хотя бы забираешь для Алхимика, это круто. Уже круто. Хотя бы 2. Ну, а если все 3? Да, потому что на 4, конечно, надеяться невозможно. Против Алхимика на право цене 4 руны не отдают. Только при одном условии, если уже есть серьезное преимущество, да? Команда Алхимика. Только так. Ну, 2 в порядке. 46 на 4. Что по Натворцам? Просто интересно. Да, сейчас будем посмотреть. Что же по Натворцам? 3600. Вот, то бишь, от Эмбера на 1000 монет уже отстает даже. На 1300. Вот. И постепенно поднимается. И вот, опять же, проблема гамбитов. Сейчас то, что не могут саппорты взять, прожать смоки и пойти Алхимика остановить. Уже есть ПТ. Все. И 800 монет сверху. То бишь, ну, в минуте 10-11 будет у него Радиенс. Ну, а с Радиенс начинается жесткий фарм. Но, опять же, это видео делается для того, чтобы и я мог чего-то подчеркнуть, да? У проигроков. И ты мог подчеркнуть что-нибудь про игроков. И потом это используют, конечно, в паблике. Да, в паблике, конечно, не всегда будут стаки. Но, опять же, у Алхимика есть Асис Прей. Вот. Ты просто ближайший спот кидаешь на 53 секунды. Да? Потом на 54 кидаешь. Вот. И можешь сам себе стакать. В принципе, без проблем. И линии. Вот. Линии позволяют именно ТНС держать гамбита все время в напряжении. Это тоже важно. Смотрите, 1200 уже. Вот. Асис Прей, вот такие крепочки маленькие. Они быстро разваливаются, но за них хорошая голда идет, да? Дополнительный бонус. Это очень круто. И Алхимик фармит. Там есть кто-то звонил, я извиняюсь. Но, думаю, это не было слышно. Так, ну, Армал. Армал опять тут стаки. Везде, правда, стаки для него стояли. Там еще, смотрите, Андайник на миникарте. Марч пошел. Вспомогательный лес на шрайн. Там будет сейчас стоять. Пытаться. На стаки вот для Армала. И Армал сам себе еще подстакал немножко. Молодец, молодец. И, тем не менее, уже почти 2000. Ну, а что тебе мешает? Да, вот если у тебя, конечно, может быть, если у тебя, например, маленький еще, да, ранг, ты еще не очень опытный, ты можешь, конечно, научиться таймингом отводов. Ну, а, думаю, большинство уже знает. И что тебе мешает? Просто после уровня 6 пойти Алхимика, встать в лес и самому себе по КД стаку, так вот, айс-прейм и так далее. Это очень хорошо. 2000 и растет все выше и выше. И я думаю, то, что если на 10-й минуте хотя бы 2 баллантюрные 30 забирают, хотя бы 2, то Алхимика уже должен быть Радиенс. И опять же, там, видите, Габи на миникарте напрягает просто и заставляется Эмбера перетягиваться. Да, его, конечно, убивают, но все это Space именно для Алхимика. Видели мы несколько, да, вариативно себе удовнутые на этом турнире по поводу Алхимика. Конечно, всегда абсолютно Радиенс. Первый это неотъемлемая часть просто Алхимика, но далее, да, вот были всегда разнообразные варианты. Видели мы Монтал Стайл появлялся, например, да, вот Монта. И потом БКБ или Тараска, ну, конечно, в большинстве случаев БКБ брали. Но, как мы вот видели в финале, да, вот, будет Армал собираться здесь. Мы это вот узнаем совсем скоро. Немножко все-таки будет другое, да, бьют, которые именно победные. Вот в данной Метео Алхимика, да, в данной Метео бьют немножко не другое. Без Монты, потому что Монта, опять же, у тебя становится больше статов, да, больше скорости атаки, больше скорость передвижения от Монты и так далее. Но, но, опять же, это более, такое, больше дело о фарме, да, потому что Монта, там, сплит-пуш, отправляешь иллюзии, фармишь, это больше для фарма, да, твоего. Но, что немаловажно. Сейчас дота темповая, и, как мы видим, герои в основном выиграют те, которые очень навязывают высокий темп. Ну и Алхимик просто вот, он присосит леса, вот просто фармит, он у него 3500 сейчас. То бишь, сейчас будет баунти, опять же, сделала себе стак, это важно. Не забывать ни в коем случае про стаки свои. Вот, чтобы ты делал, всегда смотри на время, вот. Вот, просто смотри всегда на время. И делая свои стаки, опять же, ультимейт, ПТ, силы, по-моему, не хватает, хотя, скорее, желательнее взять ПТ на ловкость, ну, стаи, потому что быстрее становится скорость стаки, и ты намного быстрее фармливаешь. Ну, не намного, но буквально чуть, потом вот именно в общем, когда это складывается, ты вообще побольше фармливаешь. Тут, конечно, торопиться некуда, потому что уже ходит на силу, ходит на ловкость ПТ, он вот эти вот все стаки быстро выфармливает, так что у него все под контролем. 4300 уже, все. Вот, да, сейчас будет десятая минута, и, как мы видим, там саппорты подтягиваются за баунти рунами уже. Все будет хорошо. Взял уже себе свиток, если что. Опять же, монуайт, Габи там просто развлекает. А, да, Габи умирает. Ну, умирает, и что? Ну, армут оформит, и надежда именно ставка на него. А Габи должен быть такой-то разменной монетой. Ну, слушайте, НС брали 2 баунти рунами, да? И марчки, и пи... Подожди. 3 баунти рунами забирают, ребята. И с ТНС, ну, тут все. Радиенс, сам Бог велел, все. 11 минута, появляется Радик. И что же будет дальше покупать у нас господин Алхимик? Вот это уже очень-очень любопытно будет. Вот, Радиенс уже выезжает. То бишь, тайминги идеальны. Фарм его однозначно сейчас взлетает в небеса. Уже 8500 просто. У Эмбера 400. Уже ровно в 2 раза, даже с хвостиком, да, в 2 раза, опережает арму. ГПК. Это тяжело. Там, опять же, Габи убивает. Кот какой-нибудь раз уже будет сейчас умирать, если, конечно, умрет. Потому что там могут его подсейвить, там, Абадон пролететь. Вот, опять же, пики, смотрите. Пики все берут... Вот именно все пики, они тонко-тонко выверенные, смотрите. Абадон. Подсейв? Подсейв. Есть Апотик Шелд. Есть Мискоэл. И, опять же, Абадон покупает, там, какой-то себе. Или Лотус Сорб берет, там, или Пайп, да. Или, ну, в большинстве случаев и то, и то вместе. Смотрится неплохо. И это себе вешается на Ухимика. Опять же, Бристо Бэ, который купит однозначно себе Сорр Крест. И это на Ухимика. То бишь, Алхимика, который примерно к 20-й минуты будет в БКБ. И Даггером, там, можно же с Керасой. 20-й, да. Под Лотус Сорбом. Под Сорр Крестом. Под Пайпой. Может быть, даже еще и с Кримсоном, если кто-то сможет собрать. Но это непробиваемо. Это, ну, не контрится. Тем более, на про-сцене, да, когда Алхимик знает, что и когда нужно тебе поджимать. Ну, и там, сейчас начинают постепенно, вот, Гамбиты пытаются оказывать давление. Но, опять же, умирают. И уже 10500 сейчас у Алхимика на данной минуте. Покупает тебе Даггер. Все, 12-я минута, Даггер у нас будет здесь у Алхимика. Он все-таки решил тебе драться. Ну, а почему бы и нет? Команде нужно помогать. У него есть возможность, опять же. Ты убегаешь, колбу закастовал, убил героя, ушел в лес. Все. Там Кричка побил. Откатился ультимейт. Выбежал опять. Там уже будет БКБ, по-любому, потому что фарм нереальный, просто, опять же. Видите, что Тинси делает? Да, они умирают иногда. Не вопрос. Бегают там, пытаются как-то драться. Просто спейс для Алхимика. У Гамбитов физически не хватает времени. Вообще не хватает. И сейчас Алхимик уже покупает Даггер и идет пытаться его реализовать. Вопрос, получится ли на Дрима сейчас напасть. Да, на Лайвстилера. Успеет ли колба закастовать? Потому что, опять же, есть рейдж и кастуется колба. Что интересно, получится ли или нет? Или успеет Лайвстилер? Нет. Успел. Дрим молодец, конечно. Здесь. Ну, вышку заберет. Вышку заберет. Тоже неплохо. Почему бы и нет? Сейчас же еще оставят для него. Ну и Лисочки. Правильно, правильно. Вот. Вот. Для вас просто пример. Попросите, заходите в паблик. Просите по стакать. Не получается стакать спокойно через спрей. Себе Лиса. Каждую 53 секунду. Да, будет, конечно, чуть-чуть сложнее стоять на линии. Но, опять же, Алхимик так или иначе, это дело камбэкнет в Лису сразу же. Через несколько минут. Стакайте себе. Покупайте Радианс, Даггер. Можете, конечно, не Даггер. Можете взять БКБ. Если у вас есть в команде прям крутая инициация, потому что, смотрите, тут такая средняя, да? Абадон, ну, без контроля. Амирана, стрела, ненадежный стан. Вот. Тут поэтому он Даггер себе и взял, что нужно кому-то врываться. Но если у вас есть инициация, берите, ну, вообще смело берите БКБ, а потом уже Даггер себе берите. Ну, тут понятно, почему Армаллс я взял. Это артефакт. И, опять же, через Шифт, видно, фармит. Айси Спрейер, Радианс работает. Две тысячи уже. Недворс двенадцать сто. И там, кстати, постепенно-то и Габи уже догнал. Да. Перегнал даже уже своего планета по курору линии. Дрим, Дрим, пять пятьсот. Этого мало, этого очень мало, да. Там даже Дрим в этой игре у нас выходил. А что он там сейчас выходит? Давайте посмотрим. Вот сейчас есть Мидас. Раз еще взял перчатку, знаешь, сто процентов выходит в Армлет. Да, он выходит в агрессивные артефакты. Делает все правильно. Но даже если у тебя будет Армлет, окей, там, Фейзы, даже если бы играл он без Мидаса и появился бы у него там Дизолятора какой-то. Но что ты сделаешь Алхимику, когда вот сейчас у него БКБ, Радианс, Даггер, он на тебя бежит. Четырнадцатого уровня, сейчас будет у него уже. Ничего ты не поделаешь. И просто, опять же, не могут позволить себе. Да даже если бы Гамбиты сейчас позволили себе побежать кого-то поймать как-то на ганге Армала. Там делает Телепорт Андайнг, Солриб дает сразу же, дохилит, прилетает Абадон, Апостолик Шелд и Бинсков дает. Все, вот как его контрить. Конечно, паблики, да, другое дело уже. Паблик другое дело. Но именно вот в этой игре это гениально. И пятнадцатая минута. Вот на подходе уже. Опять же, что он забирает, будет. У него, если хотя бы две забирают, а две они забирают, уже дают скан на Стенниси. Видите, да, будет ли кто-то куда-то лететь. Но Гамбиты сейчас, знаете, ошибаются очень сильно. Они расставляют неправильно много приоритетов. Они пушат вышку и отдают вышку, не вышку, а одну баунти для КП здесь. И получается будет здесь 3 в 1. Все, БКБ вылетает. Пятнадцатая минута. Пятнадцать тысяч по Итворсову, грубо говоря. Вот сейчас будет у него. Пятнадцать тысяч. БКБ, два Брейсера, ПТ на силу, Даггер и Рэддинс. Это очень много. Это очень сильно. И пока что ни один кор команды Гамбит не способен драться. Не способен вообще. Даже близко. И в Тараску. То бишь, при идеальных раскладах, 21 минута будет Тараска у него. Двадцать первая. Да, приучить того, что 2 баунти руны будет. А желательно еще и 3 взять. Все, будет Тараска. Гамбиты. Ну, опять же, с другой стороны. Не забывайте тот факт, что Гамбиты. И вот сейчас эта игра, которая идет. Это у них восьмая была подряд в тот день. Восьмая подряд. Они сначала сырали финал Лазеров. Потом прошли в грамм финал. Да, в финале Лазеров. У них была игра тяжелейшая против Альянсов. Там три карты. И тут решающая пятая была. Опять же, возможно, и я даже вам скажу больше. Я уверен, что усталость повлияла на некоторые решения ФМГ и команды. Да, и на координацию в том числе. Но вот все видно. Арму закончили саппорезу. Он понимает, что может нападать. На вампира нападает сейчас. Есть. Так, корабль. Тарен пытается вампира спасти. Слушайте, ну спасает его. Да, вроде. Арму хочет драться. Он хочет драться. Он прожал уже ультимейт. У него есть уже колба. Готовый час будет. Но пошел лес. Тоже вот. Опять же, ты выходишь. Напал. Убил. Окей, круто. Не убил. Ничего страшного. Там, смотрите, Дрима. Еще более срочная цель. Кастует колбу он. Что интересно? Дрима убьют здесь. Если успеет прожать Дрим. Дрим успевает прожать. Но если бы он взял убийство. Было бы просто замечательно. Уже тысячу... Четыре сверху. Там гайя пытаются поймать здесь. Но, смотрите. Заметил алхимик. И нужно гамбитом уже бежать. Знали бы они, насколько он силен. Но он сейчас ворвется. Здесь армом. Колба-бабах. Минус раз сделал. Застрял в слаба. Есть БКБ. Нужно бояться ему. Идет. Пока что пробивает, да? Вот пока что еще. Есть возможность. Но когда продрубается ультимейт. Уже ничего с ним проделает. Это без БКБ еще. Нету БКБ. Вышел. Сделал даблки. Пошел лес. Сразу, видите. Вот сразу. Что отличает именно про игрока от обычного хорошего игрока. То, что он сразу знает, что нужно делать, да? Вот он забрал героя. Там не бегает. Там, да? Вот не суетится. А сразу фармить. Вот сразу. Там Крипчика. Еще одного Крипчика пытается брать. И сейчас будет Аегис. Как понимаю. Если получится. Опять же. Да, Габби. Смотрите. Купил себе медальку. Абадон. Что там Абадона? Пайпал уже есть. Все. Идеально. Сейчас хоть еще лотоформ взять себе. Или что-нибудь подобное. Все будет круто. И алхимика. Можно укреплять. Аксиарм. Прожимать БКБ. Я почти ГПК собрал здесь. Аегис была близко на самом деле. Но не получилось. Ну и давить дальше. Могут давить. Могут себе позволить. Сейчас будет еще ультимейт у Армала. И какие он куски отрывает. Ой, ешкин матрешкин. Что за урон залетает? Там Дрим. Да, вот Дрим. Дрим. Окей. Вот Дрима что? Армлет есть. Мидас есть. Выходит в Дизоль. Но вот что он сделает. Пока у него появится Дизоль. А у Химика уже будет минимум Тараска. Минимум. Потому что. Ну, Дизолька еще минутки 4. Наверное, 5 будет фармиться у Дрима. Ну, он не так быстро фармин, как у Химик. Само собой. Там Тараска будет. И какая-нибудь Кераса, небось, еще сверху. Там не пробить. Понимаете? Опять же, есть формула. Которую я повторял неоднократно. На своем стриме. Чем больше у тебя ХП, тем эффективнее твоя броня. И чем больше у тебя брони, тем эффективнее твои ХП. Вот. Так это и работает. И не хватит здесь. Не хватит здесь никак. Лай-Стилеру урона пробить. На такой минуте 19 минуты. Это помните, когда нас на Интернешнли А наиграл? На У Химики. Когда он там на 9-й что-то минуты появился Рэддинс. Или вот на 10-й, не помню точно. Вроде на 9-й даже у него был Ратик. До 2-х Баунти Рун. Там вообще нереальнейший. Просто показывали тайминги команды ООГ. Это было. Но Армо тоже. И Тиннис, в том числе, молодцы. Вот видите, могут позволить себе. Я взял Тревлак. Смотрите, взял Тревлак. Это, знаете, а-ля Агрессив Лансер. Когда, вот, в старые добрые времена, когда я был величайший Лансер. Играл. На нем Агрессив. Команды, из команды Сидек. Вот. И он покупал Тревлак просто Дефузов на Лансера. Просто шоу убивал. И вот, вот. Для чего берутся Тревлак? Чтобы просто хоронить героев. И Дриму, как же ему больно. Ой-ой-ой-ой. Летает чайник, Армаму плевать. Он просто идет. Вот он просто бежит, у него АЕ. У него ульта. Коба кастуется по вампиру. Сейчас по дайси спреям. Ну, и завтра Цинксвейл. Окей. Сейчас. Вампир догорит, похоже. Или нет? Нет, не догорит. Ну, слушайте. 20-ая минута. Алхим поднимается уже. У него 2 200 хп без Тараски. Это важно. Забегает просто на хэграунд. И людей убивает. Не могут ничего поделать. Здесь гамбиты. К сожалению. И арму гениальная. 4-100. Ну, и не только арму. Тут, конечно, тимплей, само собой. Грамотный. Спейс по карте. По карте. Да, габи там мишка загулял. Он себе поверил. Но арму почувствовал, что вот все. Я забрал сейчас героя. И лучше мне, конечно, не давать. С Аегис дай преимущество. Потому что Аегис забирает. БКБ не было. И второй раз убить очень легко. Было бы его. Тем более мало, смотрите. Маловато. Реально маловато. И опять же плюс баун сейчас будет. Вот все. Тараска уже готова. Да, готово. Тараска. 20-ая минута. Тревла. Еще раз думайте. Тревла. ПТМ может продать. Или оставить на потом. Потом продать попозже. Даггер. БКБ. Радианс. Обалдеть. И еще Аегис. Это дело. Да, приправляет. Как хорошая, хорошая. Такая добротная специя. Да. С щедрых кусок мяса. Жареным. Ну. Это я просто голодный. Думаю, вы тоже, скорее всего, сейчас облизнулись. Да, если вы голодные. Ну, вот что? Что сделает мой Дрим? Дрим стоит. Окей. Что там у Дрима есть? У Дрима даже еще дизоли нет. Нападают на Арму. А зачем они это делают? Я не понимаю. Арму вообще ни холодно, ни жарко. Дрим поджимает рейш. Арму, конечно, попытаться будут еще зацеплять. У него хорошее передвижение. Прыгает шещу. О, выпрыгает. Ха-ха-ха-ха. Дрим какой умный, да? Залез шещу. Все, знаете, как перевалочный пункт сейчас был. Залез. Подсчитавил шещу. Шещу умер. Адрим вылупился и ушел. Когда колба алхимик уже запустил. Ну и парни, вот как делать? Сейчас как действовать против алхимика, которого 23 тысячи по надворцам. Сколько там, интересно? ГПМ. 1096. Ну, 1100. Это очень высокий ГПМ. Очень хороший ГПМ. Ну и парни, вот что поделать сейчас, Гамбита? Вот как этого алхимика остановить? Вот у меня часто в ВК пишут, ребята, типа, Саня, здорово. Типа, так и так, такая ситуация. Вот не могу поднять рейтинг. Ну вот. Как вариант. Вот алхимика как вариант. Особенно если у тебя есть хотя бы один друг, который играет на саппорте, да? Просто берешь алхимика. Так, стоишь более-менее нормально в свою линию, хотя более-менее, да? Тебе друг стакает лиса? Это важно, чтобы именно стакал. Если никто не стакает, тогда сам себе через аси-спрей есть такая возможность. Опять же, думаю, научиться его сами этому. Может, спокойно? Так вот, падает сторона и все, изи. Минус сторона на 22 минуте. Да, в принципе, у гамбитов есть, чем дефать, да? Вот эту сторону есть. Кунг кастельбрингерам есть. Эймбер, который фестами работает неплохо. Падает и Егис. И там уже Кераса почти на подход, почти на подход. Потому что сейчас, опять же, там, ну, скорость нереальнейшая. Алхимика никто не останавливает вообще. И Кераса, ну, к 25-й будет стопроцентно уже. Сейчас, не боюсь, еще Армал убьет. Или просто ручка поработает по нему. Ну, отогнал, отогнал. Чтобы Армал вообще сделает древшип не фармит вообще здесь. Все правильно. Падает Шрайн. Шрайн забирает у нас здесь команда ТНС. Но они могут или попробуют пойти подняться еще раз. Кераса Алхимика, потому что у него сейчас 3600 хп будет. Да, и плюс брони нормально прям так будет у него. Его не пробить, ну, нереально просто будет. При условии, что есть Undying с лоу рипом своим, да? Который стоит, захиливает, опять же, замакшен с лоу рипом. Что немаловажно. Есть Бристалбэк, у которого есть Сваркрест. Вешаешь просто Сваркрест на СЛО. На Алхимика и все. И опять же пайпа. И почти готовый лут у Сварб. Вот, по обладону. Изи, просто элементарно. Там Армал, смотрите, стоит. Хочет упасть сам. И это получится сделать вампира. Он сейчас зародит колбу по нему. Ну, залетает. Вот вообще уже не боится ничего. Просто, просто без наказа она заходит, понимаете? БКБ есть. Можешь нажать, но не будет. Это 100%, потому что команда уже близко. Сейчас будет с лоу рип. Но приходится, приходится. Выбывают. Из него много хп. БКБ, все. Ну, это он напал один. Один без поддержки на четверых героев команды Гамбит. Один на четверых. Вот и все. Падает еще один шрейн. Да, Рошана осталась совсем чуть-чуть. Вы знаете, вот после этого захода Армал, сейчас на хайграунд, когда он залетел сам на четверых, его не пробили даже близко. Есть такое ощущение, что, возможно, стоит вот баунти забирать, да, и потом даже без региса заходить. Дрин могут выйти сейчас. Сейчас будет минус рейдж. Он, кстати, рейдж оставляет, чтобы... Ой, ошибка Адрина была сейчас серьезная. Рейдж, чтобы забрать баунти. У него рейджа нет, тут влетает Армал. Ой-ой-ой, какие куски нереальные. Шеплотки расой. Дичайшие куски. Пошел там. Чайник летает по всем, но плевать. Кипи, поджимает себе ультимейт. Выхиливается, захиливается. И ФНГ тоже, скорее всего, заберут. Минус два. Делают еще раз Коба. Ну, прыгать просто на ХГ и все. Просто убьют героя. Тыщ, тыщ, тыщ. Кусь. Минус два. Ну, минус три. Получается, что это в лоблкил делает. ФНГ покупается. Это нечто. Ну, вот изи. Опять же, что по талантам. Кстати, Брау тоже это важно. Посмотреть. 25-40 атаки. Плюс 4 секс здоровья. И плюс 40 прорубающего. Знаете, раньше еще... Да и я, вот сейчас, когда на алхимике, например, играю. Я играю через талант минус 7 Коба. И плюс потом через текрону. Вот я играю так, на алхимике. Но пробую так вот сырать. Прямо сейчас до видео сделаю. Смонтирую, выложу. И сразу пойду играть доту на таком алхимике. Пробую поиграть. Не знаю, получится, конечно, или нет. Именно вот на таком, как у Армала. Через такую раскачку, через такую сборку. Но это очень-очень хороший вариант. Как бы для поднятия рейки. Вот это... Вопрос, как поднять. Да? Вот, смотри, учись просто. И все, изи. Просто легко. Армал. Ну, дальше. Ну, вот ничего гамбита не мог бы поделать. Он просто... Он просто стоит. У него 3,5 тысячи хп. 3,5, понимаешь? Брони 16 плюс... 6 плюс 17. Получается. Очень хорошая броня. Плюс БКБ еще, да? Есть иммунитет к магии у него. Ну, развалится просто. Дрим умирая. Он просто кора там вот. Кусь, кусь. Ты без ультимейта. Кусь, кусь. Его пытаются бить. В него просто всовывает все. Он то под 40 кристом, то еще по чир. Ну, слушайте. Пытается развалить хотя бы кого-то. Что улетает Эмбер Мирану даже не забрал. Но Алхимик забивает. Он просто забивает. Там Габи развлекает, а Алхимик забирает. Строение. И если сейчас будет третья сторона, на 26-й минуте, мне кажется, ну, нереально выиграет. Так, а в паблике-то, понимаете? Играя... Да, ТНС, с одной стороны, играет ТНС, да? Крутой коллектив. Да, это тимплей, конечно. Компенсив Дота, это немножко другое, чем матчмейкинг. Но против-то тоже играет. Далеко не слабые ребята. Это финалисты. ЕС Лангамбург. Гамбита очень добротная, серьезная, сильная команда. Я к нему в данную секунду думаю, что это сейчас самый сильный коллектив СНГ. Я примерно понимаю, почему так думаю. Да, и предпочитают об этом говорить. И против вас же не будет Гамбита играть, правильно? Не будет против вас СНГ, ГПК играть, там, Дрим. Против вас будут такие же ребята играть. Как я, как ты. И спокойно. Ну и что, стоит третья сторона. Есть вариант выйти за Айеги сам. Там будет сыр. Да, и Айега, не знаю, будет ли Алхимик бабочка покупать себе дальше. Просто Баттерфлай. Миссы, скорость атаки под ультимейтом, он будет нереально рейджить. А если еще дождаться сейчас 25 уровня, да, и талант взять, правый, то... Ну, я не знаю. Знаете, ты когда Алхимик под ультимейтом, там, пару бабочек покупаешь, там, в чекераст, ты тебе мушар повесил, или сам на тебя повесил. Ну, там скорость, ну, дичайше, понимаете? Даже не видно, да, атаки, вот, скорость так не видно адекватно. Анимация даже не успевает прорубиться. Ну, просто падает базу. Он стоит под читком. Просто под читом стоит. И, да, есть, конечно, там, флотилия кунки, но нереально. Габи забегает под БКП, развлекает простую команду. Ну, вот арма лучше ворваться. Сейчас Дрима разорвут на части. А Трейденса, он там умирает. Тимс его там дотыкал немножко за шайчево. Шайчево тоже должен добивать через арму. И Дрим после ББ, КГПК, он разгоняет. Ему нужно все. Он понимает, что его портается кайти, что он просто идет в барак, и все. ГГ. ГГГРАЦ пишет 28 минут. ГПМ. А какой ГПМ у Алхимика здесь? 1178. Ну, это нечто. Это нечто. Алхимик очень-очень хорош, да. И, опять же, когда ты грамотно распределяешь свои ресурсы, да, вот как ты идешь по линиям, грамотно формишь, сам себе стакай. Потому что для Алхимика поначалу по стакали, да, или так кто? Ему стакал никто. Сам себе. Делал арму. Счет 9-0-6. ГПМ. 1180. 1180 у него. И, опять же, урона нанес он почти больше всех тут. Габи буквально на 100 урона больше нанес, да. А так-то... Да, вроде фармил 10 минут, а вроде потом всю команду убивал. Ну и, опять же, постройки видно. То, что арму 15500. Постройки. Вот и все. Вот так вот и работает Алхимика от армула. И вот, опять же, я повторюсь в четвертый раз. Если, да, у вас нет тиммейтов, нет у тебя друга, который может с тобой играть вместе в команде. Спокойно берешь и стакаешь сам себе через аси-спрей на 50-30 секунды, да, ближайший стак к миду. Можешь еще поглубже заходить. Так или иначе, тебе это все, конечно, купится. Вам большое спасибо за просмотр. Чтобы поддержать это видео, ребят, вы можете поставить лайк. Я буду безмерно вам за это благодарен, потому что ваши лайки помогают до этого видео попасть в рекомендацию другим людям, чтобы канал развивался. И большое вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Скоро будет стрим или новое видео. Само собой. До скорых встреч.